красивые ворота а сейчас я сделаю код вот наберешь талия набирает код и ворота будут открываться ну-ка мы посмотрим комьюнити заезжаем открывается ворота так так виза в красоту едем медленно чтобы поснимать да 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 любочка конечно я разорвала я понятия посмотри какие дома а деревья вот это хорошо что ты мне привезла люблю красиво смотреть на чудно доедает свои на улице видите это вот такое соседство так скажем наибрахуд ну разные дома тут небось церковь или комьюнити этот и все собираются они главного то видимо зелени много старого старый уже дома большие дорожка да выезжаем видите здесь такой драйввы и очень серьезный так скажем все выложено по его сам я постараюсь сколько это стоило зеленые стены одежим к этому дому до красивый здесь супер скин ух ты вот такой вот замок любочка я тебя привезла не шухры мухры красиво не открывает ничего ключами берси открывает только вот так я просто звук выключила чтобы звука не было я просто звук выключила чтобы звука не было ага не пищи просто раз и там ключик оооо все заходим в дубовые двери красивая дверь конечно тут наверно принцесса наверху живет а 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 телевизор отключаем сейчас подожди немножко надо поработать надо поработать я вот так знаю да ну проходи девочка вот смотри сразу да ты все под старину как да здесь видишь замок как в замке вот как ты думаешь ну точно как в замке бакончик да маленький да стихи читать песни петь здесь это не веду где не удивишься играется прям грубым таким я думаю что вот грубым выключили немножко ничего а мы пойдем да пусть играют ооо мебель то какая тут серьезная да вот это тоже она шутка прямо из настоящего дерева ну что пойдем я тебя проведу а тут посмотри все итак давай мы отсюда начнем идем сразу сюда здесь сразу как смотри какая дверь то у них другая да интересно и еще когда тебе приходят ты смотришь кто ты пришел вау это так называемый глазок итак мы идем я показываю тебе гараж ух ты видишь у них гараж сделан у них гараж из трех машин и один из них сделан как какой-то мастерская мастерская а там еще вот два гаража видишь как сделано они хорошо здесь как комнату они здесь сделали они видимо не знаю мастеровая нет очень хорошие полы хорошее дерево темное видишь черешня это мастер бедрум видишь сразу здесь находится этот мастер бедрум когда ты входишь в мастер бедрум сразу направо ой какая дверка прикольная как вестерн да ага видите здесь сразу находится такая джакузи и душ корыто да где тут свет нет душ тоже такой большой видимо для детей что ли этот да 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 детки видимо высокие потолки тоже здесь да вот я не вижу где у них свет а вот пожалуйста зайди позвали какой душ черная раковина да душ с лестницами что-то тут много места я думала тоже узкое нет тут много места душ принимаешь и ничего не никуда не прощится и не надо закрывать да 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 смотри вот отсюда отсюда ты сам заходишь здесь полотенце здесь полотенце складываю здесь очень хорошая гардеробня смотри как она сделана здесь вуаля ну чисто мужское по-моему вся отделана так нет почему тут женское лишь платье и все и украшения очень все удобно обувь но по мне бы вот это было очень мало места для платьев просто вот именно для длинных вещей ну вот еще тут есть немножко место немножко самое удобное что вот здесь две раковины вот эта женская вот эта мужская обычно женская больше места не надо закрывать странно у них ничего тут не стоит наверху обычно все заставлено но у них не стоит такая дверка вот эта необычная здесь и холодильничек и раковина и вот такой вот мастер байдер ну очень красивые потолки если ты заметила да очень красивые да резные такие лепнины и сразу отсюда мы можем выйти в бассейн я не буду бассейн очень красивый мы оставим десерт мы не будем отсюда заходить в бассейн мы с тобой сейчас прошли видишь здесь ковровое покрытие пола да вот я хочу сказать все simple ничего лишнего ничего не лишнего нет но очень красиво все просторно не заставлено ничего мощно конечно да люстра ну давай проходи любочка давайте помогу снимать любочка у нас никогда не ходила поэтому я хочу чтобы она походила по домам и посмотрела итак мы возвращаемся сюда это зал и чем удобно что вот спальня спальня хозяйская она абсолютно отделена абсолютно отделена входом абсолютно отдельно от всего что происходит в доме итак мы идем видите как тут печь как печка сделана какая-то потолки очень высокие просто вот такие высокие что мне даже вам не передать и мы сейчас с Любой идем на кухню ну что вам сказать кухня тоже очень хорошая у них все сделано деревом что такое интересное тоже газ о чем мечтают очень многие американцы причем 5 комфорок как вот газ-то тут у них поставляются ну газ нужно менять да а это что вот это что я даже не знаю честно говоря даже не знаю что это вот такой вот у них о просто обалденно большой стол айленд айлендом его не назовешь вроде ну вот такой будем называть его айлендом то есть островом у них все стиль как замка да очень красиво это у них breakfast nook хотя я не видела еще столовую может быть это столовая столовая я еще не видела хотя вот наверное там с той стороны вот посмотрите здесь тоже вот опять раковинка маленькая для мытья фруктов а здесь две раковины еще очень здесь все удобно здесь пейнтри пейнтри очень большой смотри какой да как сделан хорошо вот и конечно бассейн ну раз вы уже видите самое главное что нет никаких соседей просто вот тишина и благодать мы обязательно туда выйдем еще пойдем вот в ту сторону и так вот это была кухня мы пойдем сюда я да здесь есть у них столовая вот видишь столовая для принятия гостей она у них находится видишь не так как вот мы заходим обычно справа или слева здесь у них немножко по-другому и потолки потолки у них тоже видите да 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 очень хороший вид дом интересный я вам хочу сказать это вот один из таких самых интересных домов которые я видела софа то есть до того не до до сегодняшнего дня а это вот у них ванна для гостевых комнат тоже лишь как у них все заделано да для гостей видите как если вы хотите взять на заметку себе что-то это очень кстати интересно у них все камни в голове темные да у них нет единственное что нет занавесочки какой-то и ванна очень маленькая это корыца а вот там еще лестница мы туда обязательно сходим а здесь посмотри Люба что у них как интересно да как в замке наверное у них там как в замке посмотри видите какие здесь ты можешь открыть и зайти туда сейчас я тут тебя запру и будешь ты как тигр в клетке ты же львица видите как у них сделаны такими как лианами а виноградника ветвями виноградника ну ветки виноградника железные тут все видите как сделано вообще это видишь вот даже вино наверное можно вставлять да кстати это для вина просто уже сейчас люди стараются не пить а вообще задумано было очень интересно что там там можно что-то наверное хранить так же если вот вина только для вин да тут можно нет там дальше не включается идем дальше так идем дальше здесь стиральная комната стиральная комната хорошего размера вот такая да хорошего размера с раковинкой со всем тут у них дети видишь дети у них двое наверное шкафы да здесь они хранят ключи здесь у них прихожая а так вот он гараж как-то странно а что у них а тут гараж у них с другой стороны да вот у них гараж это на две машины да это на две машины гараж велосипеды велосипеды есть мне очень нравится гараж вот с этими окнами дверь гаражей с окном да и с этой стены окна да у них такие видишь окна все как в замках да стиль выдержан ну вот они когда приезжают домой они здесь заходят ключики здесь вешают вот спальня да это спальня тоже гостевая вообще ничего лишнего мне говорят почему вы называете это гостевой спальней она какой детская да она может быть и детская она может любой но просто гостевая комната она так называется по английски ну что пойдем наверх да сейчас туда вниз спущусь вот Люба у нас видите встала говорит можно речь держать вот так видали не хуже чем там играют на бэкграунде да дома все шикарные конечно красиво так идем идем дальше видите сверху здесь очень очень даже симпатично здесь сверху да идем дальше здесь конечно выдержана в таком стиле я вам хочу сказать прям барокко так наверху здесь у них какой то такой как типа компьютерные что ли комнатки да типа в темных здесь у них типа спортивного зала и и и у них еще есть кинотеатр видишь вот да кинотеатр с проектора видишь проектор они здесь сидят и смотрят фильмы там у них есть видишь написано дринкс там у них есть холодильник и вот они садятся смотрят да да я бы единственное что я поставила вот это в эту сторону потому что если человек будет ходить он не будет смотреть телевизор я поставил в другую сторону его наоборот сюда ну как я не знаю но опять что не наше дело естественно уютненько да вот комната детская гостевая но детская она соединена видите ванной с туалетом видишь и сюда мы проходим и здесь еще одна спаленка да очень здорово так сделано и конечно тоже выход вот в эту сторону так какой какого размера у них тут шифонер ну такой небольшой ну достаточно наверное вот а это наверное мальчишки их конечно калькатура да наверное два мальчика здесь живут а дом то большой а что там за этой дверью а что там за этой дверью а там кондиционер да вот посмотрите такой дом с огромными потолками и вы видите вот там наверху очень много пыли и вы спрашивали и вы спрашивали у меня Наташа как часто ты вытираешь пыль и вот там на подоконниках тоже конечно тут не будешь вытирать и залезать из-за пыли она копится годами а потом ее вытирает правда я вытираю раз в три месяца ну вот где очень-то высоко конечно не повытираешь ну что пойдем на бассейн Люба не так уж много и пыли если за несколько десятков лет не подумаешь всего-то несколько десятков итак мы спускаемся в бассейн я очень хочу сказать на бассейн но меня подписчики отучили и сказали нельзя говорить на бассейн надо говорить в бассейн но в бассейн для меня это как будто вот ты купаешься в бассейне ныряешь в бассейн а сюда мы идем как в комнату сказать в бассейн тоже как-то неправильно мы же не идем в бассейн вот пожалуйста если заметили у них везде играет музыка у них короче проведена в каждой комнате вот эта система которая играет в каждой комнате и вот такой бассейн с водопадиком с видом на лес ну наверное это надоедает если ты купаешься все-таки особенно вот эти вот пиковки я думаю они могут отключить они могут отключить а посмотрите здесь нет соседей и что ужасно что прорастают фейверсы видимо они у меня будут прорастать будем удалять это дело вот такой вот бассейн и такой вот дом в который мы сегодня вас свозили сводили Люба как что ты считаешь какие минусы у этого дома и какие плюсы какие минусы ну замок это как вот если вот иметь как отдельно для каких-то вечеринок а для неудобно конечно для жизни да ладно почему для вечеринок то люди здесь вечеринок то наверное красивая красивая она так но здесь семья живет какие же вечеринки только единственное что какое-то у них все такое вот темное но это они видимо очень любят темный цвет хотя вот я говорю о самой но самой темное все я даже не предполагала что думала вообще я думала только вот ну я думаю что это кажется что неудобно вообще мне кажется вот начинаешь здесь жить если у тебя семья с детьми то знаешь мне кажется что вот как-то это комфортно единственное что чтобы охладить все это кондиционером это очень много нужно очень дорого наверняка тут очень большой этот счет но когда у людей такие дома то я думаю что счет стоимость этого дома 700 тысяч ну я думаю что отдадут за 650 ну район бич район красивый гео комьюнити красивый да ну это орман бич около океана ну не то что прямо около но минут пять ехать вот посмотрите да здесь очень хорошо уникальный дом это прям как музей музей вот старинный вот такой все выдержанно картина очень красивая да люди старались очень сильно я вам хотела сказать мне конечно понравилось да там все выдержано вот старинно видите и столовая тут все прям через стенку да и такую музыку еще поставили они нам да да молодцы как будто это Вивальди какой нибудь не знаю кто это играет ну прям не хочется сказать Вивальди ну смотри шторы можно от солнца закрыть если я на солнце хотя вряд ли оно проникнет потому что там да там целая комната для того чтобы да такой смотри вот он только прям видишь как да ну возможно очень многие сейчас напишут что дом темноватый и я согласна он темноватый он такой вот там где принцессу спасает принц да 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 и конечно здесь это просто обалдеть посмотрите это просто такой высоты это такой высоты я не знаю может вам видно может нет но да нет хотела нас показать видите все у них тут мы положили здесь я свои очки положила свою карточку здесь положила вот кстати моя карточка если кому то надо обращайтесь пожалуйста я к вашим услугам вот мой телефон мой имейл все все ваш все вам а сотрудникам карточки уже да садись Люба на диванчик я тебя тут прищелкну сидит красавица видите Любочка ты здесь живешь неужели как же тебе не одиноко здесь жить стихи я буду читать да а мы Оксаночку поставим да Оксаночка будет читать нам там стихи мы не знали еще один там вот он маленький замок побывали в сказке жалко расставаться ну все жалко расставаться и покупай придется выезжаем по дорожке по дорожке везде везде вот эта вот брусчатка сделана ага меня научила теперь баев не плитка а брусчатка все теперь знаем теперь знаем как сказать ну то на один тут такой замок ну да мальчик еще не видит вот они вот они вот смотри какой домик тоже шикарный ну другого стиля другого тоже старенький такой наоборот старенький конечно архитектура старая этот дом тоже он не старый нет это дом 2004 года 2004 года вот этот замок да да вот такой вот наибархуд мы едем да интересный очень вот еще один тут стоит архитектура прямо ну тоже замок смотри замок замком вот и выезжаем в ворота все увидели мы табличку что новые дома new homes модельные домики и мы решили посмотреть сделать обзор что теперь у нас строят что новенького у нас в районе что новенького вот видишь доехали ну столько было табличек столько табличек да 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 еще они не закончились ну видишь какие красивые дома да ой 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 ну это не новые 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 у нас написано new homes так как что такое new homes он и Panera Blue Bread о мы сейчас с тобой может покушаем сначала тогда ну давай решили заехать в Panera Bread и бензин и бензин ладно вот такая интересная плаза ехали в новые дома а приехали в Panera Bread решили заехать в Panera Bread заехать перекусить немножко а Наталья все не нарадуется туфелькам то ну-ка сверкни как каблуками то ммм не знаю поблескивает да ага когда ногой так туда-сюда оно раз так и блеснет ну все перекусим и поедем дальше Наташа Наташа набирает воду а мне бутылышку дали с соком да можно выкидывать на бумагу что куда пойдем мы взяли по супчику и по салатику вот вот такой у нас из курицы суп у Наташи он еще с чем он у тебя курица wild rice называется с рисом с диким рисом да а у меня просто с вермишелью такой и по полгуте вроде как приятного аппетита ммм в очках да что ты сказала в связи с тем что с велосипеда упало бензин подорожал потому что я с велосипеда упала да ты еще меня снимаешь да а вот как раз протоколирую как ты меня издеваешься надо мной вот вот бензин подорожал после того как она упала с велосипеда заправить заехали я не знаю уже пустенько опять было вовремя мы пустенько